Ну да, а я вот все-таки немножко не о том, вот я вот более широко на эту тему смотрю, и на структурные какие-то изменения структурно нельзя в полной мере добиться результата, то есть переформатировать тот же Тутбайн, мне кажется, это маловероятно, это все-таки коммерческий чужой проект. Я все-таки, я вот просто покажу сейчас, да, вот, ответ мой тут видно, да, создать инструменты, альтернативные СМИ, то есть альтернативные СМИ. Сейчас, я секундочку, да, и что нужно, вот даже вот мы, да, вот инфоспесназ, у меня вообще есть такая идея, будем ее продвигать, как, ну, пока ресурсов нету, потому что нужно нанимать людей, а это все достаточно дорого, потому что пока он в основном, конечно, за собственные средства занимается проект. Создавать условия для альтернативных СМИ. Мы, конечно, планируем в этом году все-таки выйти на то, чтобы зарегистрироваться как СМИ, выполнить ряд требований, вот, нам сейчас самое главное это персонал нанять, в принципе, все остальное у нас уже как бы есть. И уже через это работать. Но немаловажный аспект, что вы, Анжелика, сразу сказали, это как бы вопрос государства, как оно будет на это реагивать, потому что если оно будет бить, там, например, стратегическими бомбардировщиками, типа, там, ОМТ, СТВ, там, других госканалов по каким-то мелким деталям, ну, просто пропадет все. Нужно создавать вот свою такую информационную пехоту, знаете, маленькие подразделения. Инфос-спецназ. Ифос-спецназ должна быть серьезная. Да, инфос-спецназ, пожалуйста. Я хочу тебе сказать, конечно, мне приятно, что в Беларуси все наконец-то стало появляться, потому что мне этого очень не хватало в последние годы, особенно предбыварной кампании, прямо вот где это все, где, особенно интернет, безусловно, каналы, понятно, телевизионные каналами, но мы же уже тоже про это говорили, идеологическая война в интернете была просто провальна. Хотелось бы еще за чубы тех потрясти, кто к этому привел. Чему? Вот. До сих пор тоже нет ответов на вопросы, кто в этом все виноват, хотя, ну, лежит на поверхности. Надо разобраться, вы согласитесь, что нужно разобраться. Да, обязательно. Я считаю, что они такие же виновные, потому что я уже, по-моему, говорила, не помню уже, в интервью с тобой или где-то в каком-то СМИ, я считаю, что вот люди, которые провалили идеологию в интернете, они, а, если они просто бездарные и глупые, их за это тоже надо. Почему они, почему они руководили идеологией, да? Это один вопрос. А может быть, они это делали специально? Это просто? Да, я абсолютно с вами согласна, Амжелика. Я еще, конечно, хочу систему образования. А как наши детей готовят? Бучебистов из них готовят? Ну, еще хочу исполнительные органы власти. Вот, посмотрите, какая сейчас ситуация. Глава государства говорит о том, что нужно развивать гражданское общество. А что это такое? Это общественные организации, учреждения, партии. Ну, и вот мы на таких словах тоже полетели подаваться, все соблюли, юристы у нас этим профессионально занимались. А нам просто вот так вот отшвырнули, просто вытерев ноги от нас, сказали до свидания. Потому что один там дядька определенный, насколько я владею информацией, позвонил, сказал этих не регистрировать. И все. Это вот в ранге в определенном. Как раз система образования. И вот такие кошмары происходят.